свет давайте давайте мы пойдем дальше потому что я не знаю там сказал или не сказал мы со светой поговорили по телефону там пару недель назад и я сказал подожди вот я сейчас научусь тут записывать видео с экрана завел себе камтасию и вот мы собрались и тогда мы разговаривали по телефону и что-то каждые там пять минут какая-то выходила новая грань что ли проявлялась жизни девушки я думаю что-то как много всего давайте вот таким манером сделаем вот с вашей стороны пусть будет инициатива вот давайте по пальцам вот 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 вы чего еще я понял вы с английским языком я понял вы даже сказали что вы full time этим занимаетесь но я я помню вы там про недвижимость говорили еще там про какие-то вещи я даже не знаю там у вас какая-то активность такая более широкая вот вы что вы хотите сказать о себе вот такого кроме английского кроме преподавания но хотелось бы добавить так как я обучалась на финансиста я хотела бы сделать это финансовое образование и образование работать по этой части поэтому я поступил не силой на мбей и параллельно работали с вами компания подождите но сколько времени нужно вот скажем неделю уделять тому чтобы делать имбирь имбирь вообще занимает два года нет ну вам лично в вашем календаре сколько вы должны потратить на занятия у нас расписание меняется даже не как россии то есть мы расписание составляем сами минимум это 4-5 часов в день то есть фактически 20 часов в неделю вы должны этим заниматься да конечно это посещать и параллельно еще дома заниматься естественно вполне все домашним хорошо то есть полдня у вас уже считаю убиты на это дело конечно так теперь значит вы сказали что вы работаете что-то с финансами делаете расскажите но я распишу свой рабочий день то есть утра начинается у меня сперва работа со своими учениками занятия у нас начинается 5.30 ну по калиформийскому времени утра до 5.30 утра в москве это получается 3 если вы проснуться должны во сколько 5.30 5.25 хорошо ну 10 на чем молодая пока силы есть ладно в 5 значит 30 начинает работать дальше приблизительно занятия для со мной именно до 11 до 12 местного по нашему времени да подождите что это получается то есть вы пол рабочего дня даже больше почти рабочий день вы начать с 5.30 там допустим до 11.30 это 6 часов видите занятия на так с людьми которые допустим проживают либо штатах сессии ученики из которых штаток либо которые россии вот потом у меня работа как я сказал инвестиционной компании что вы делаете вот это сколько время занимает или был онлайн или что такое работа в инвестиционной компании финансов аналитикам то есть это инвестиционные продукты я должна анализировать что находится сейчас в тренде что приносит наибольшую доходность изучая mutual funds это как паевые фонды я знаю mutual funds я не знаю как они еще там называют совместные фонды потому что я тоже все на английском изучала и тут тоже пользую это то есть паевые фонды stocking акции куда лучше инвестировать а для кого вы кто заказчик кто платит за такую работу компания инвестиционная компания инвестиционная я не знаю что не буду ее регламировать из россии они что или нет-нет-нет это американская компания американская да 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 не буду называть но одна из крупных инвестиционных компаний то есть приходят клиенты лимит начинается с 5 миллионов долларов и они говорят куда положить 5 миллионов долларов или там 25 и вы начинаете им присматривать что-то с учетом риска который они допускают нужно обязательно просчитывать риск-менеджмент то есть просчитать насколько будет изучить весь тренд и у нас есть анализ технический и фундаментальный анализ изучаем как будут происходить эти колебания многие выбирают самостоятельное управление мы просто в роли советчика выступаем но ведь по времени то будет что же время требует до полдня занимает получается 12 до 6 а где же этот мбей вечером даже вечерний мбей это это вообще считается школа повышения квалификации скажем так по-русски так потому что люди приходу как которые знают что они будут заниматься бизнесом люди в основном те кто хотят найти свою нишу скажем так бизнесе познакомиться с людьми там не таких просто которых загнали как школьников вот садись учения там все по собственной инициативе которые уже знают чего хотят и конечно заработали на это обучение деньги потому что достаточно дорогое обучение не дешевое мбей по чем нынче мбей это хоть скажите знаете 100 тысяч долларов за два года как стэнфорде учиться тут ну да зато после мбей соответственно плата тукаем ну подождите какая же вас зарплата будет если вы весь день заняты вас же вы же не можете на нигде на фултайм работу ведь вы тут работаете там работаете школа у вас еще не больше там миллион идей было я еще знаю вы его стоит на илайсис получили но я твою вообще хотел бы компанию открыть потому что америка страна бизнесом то совсем для того чтобы организовать свой бизнес но собственно вы уже и так бизнесе правильно же вы все-таки с с курсами вашими вы уже в бизнесе нужно же диверсифицировать так скажем свои риски нужно несколько ну хорошо но вот все-таки куда вы движетесь я пытаюсь понять курсы английского вы можете даже в какой-то момент там какого-то администратора себе завести если дело пошло и там как-то минимально уже допустим тратить собственное время на это а идете вы куда на английский мне очень нравится потому что во-первых плюс в чем во первых английский нужен будет всегда сейчас много иммигрантов всегда много но может какое-то время там граница была закрыта а сейчас это распространено многие уезжают особенно много девушек по визе невест у нас очень много вы с невестами работаете хорошее не с невесты там симпатичные хорошие там бывшего советского союза вот и во вторых это интеллектуальная работа на мне очень нравится они такого что достали нет я провоцирую я провоцирую нет есть такое конечно когда там это наверно касается школы когда людей загоняют вот тебе нужно учиться школа я думаю допустим как это начальная школа когда люди неосознанно учатся а здесь осознанно они понимают что английский нужен ты необходимость это не обязанность их то есть хотят учат хотят нет я сразу говорю что все что от меня зависит от нашей школы все будем делать будет очень тяжело но тяжело учение легко в бою есть у вас практике есть такое что и деньги платят и все равно не учится но это в основном дети не сами платят за них родители про детей вообще первый раз слышу вы вы меня постоянно это самое чем-то удивлять значит так вы еще и с детьми тоже ну конечно конечно есть дети и здесь и которые ходят допустим москве в гимназию или есть у нас один мальчик у него родители как он живет на рублевке и родители говорят что ему исполнится 15 лет мы его отправим либо в штаты учиться и в англии им дали задание чтобы хорошо английский выучил так подождите а летом у сколько гимназии то сколько лет человек сейчас ему 10 потом сказали что за пакет он идеально заговорим английском гимназист вопрос денег у непонятно там вообще не стоит а почему люди живущие на рублевке вот допустим в москве не найдут вот почему они как-то вот так странно то есть ну вот что что с ними такое не налить и вам ну педагога который престижный там все с рублевки к нему ходят там были были такие преподаватели не понравился не хочет учиться потому что до этого еще девочка была одна знакомая нашим скажем так вот ее родители там тоже на рублевке живут они достаточно крупные там менеджеры и вот и она хорошо обучилась результату понравились вот сейчас на в англии на девочке 15 лет я подошу вас на рублевке появились свои как бы возможности скажем просто возможности везде есть просто если бы этой девочки не понравилось если бы родители сказали что она ничего не училась и провалила экзамены понятно бы они вы не советую не рекомендовали что-то есть люди живущие на рублевке платят тем не менее долларами они они рублями вроде рубль рублевка доллар долларовка а так получается как интересно то есть доллар он и на рублевке доллар знаете как они там говорят о снятом знакомые есть и очень много здесь в лос-анджелесе людей которые допустим живут на рублевке но они живут на два дома детей сюда отправляют жить я просто интересную спрашиваю почему полностью не приедете сюда жить допустим что уровень жизни они будут до уровень жизни лучше все лучше но для них россия так как шахта где они там добывают уголь вы понимаете о чем речь а там папа копает а семья тут я таких много видел собирают рожай да солнышко давайте все таки крил эстейту по порядку раз уже так пошли бы нам сказали что-то про финансы я понял то есть вы аналитиком и это конечно очень интересно и на самом деле как бизнес тоже интересно это может быть направлением для развития бизнеса своего я хочу сказать что бухгалтерия очень интересно по многим причинам потому что я закончил аккаунтинг достаточно сложно было я там осталась потом в конце уже когда вам все отсеялись с китайцами китайцы в сша здесь уже училась менеджерал аккаунтинг это управленческий аккаунтинг определяет допустим стоит ли оставлять этот бизнес эту компанию или стоит ее продать может сделать м на это называется то есть не то что вот отжали бизнес и нет бизнеса или там пришли с утюгом и нет бизнеса вот так вот считать что то нужно там да смешные какие-то вот это очень полезно и люди допустим которые сюда приезжают новый мигрант я вообще рекомендую закончить курс аккаунтингом это очень хорошо я заканчиваю их на базе про своего mba а если взять отдельные курсы то есть человек приехал может сразу пойти хотя бы там бухгалтером работать почему нет девушкам же можно это очень массово среди мигрантов вы развиваться в направлении бухгалтере это очень масса так давайте про real estate вы мне скажите вы получаете лицензию она конечно требует некоторого времени но вы брокерскую хотите или прямо или просто агентскую пера агента и что получить эту лицензию необходимо всего три класса это не очень сложно но вопрос чем как вы будете недвижимость продавать это время время занимает но я не с этой цели я с целью инвестирования просто когда человек зарабатывать деньги до выходе до какого то уровня здесь в америке так скажем люди у которых есть деньги они не сорят ими там нет такого что куплю 10 айфонов куплю mercedes и буду отдыхать нет они куда-то инвестируют откладывают деньги и находясь в этой среде уже непременно понимаешь что так и нужно поступать что обязательно именно в недвижимость недвижимость но недвижимость это более устойчивая я понял то есть вы я могу вы как бы в широком смысле вы говорите вот есть человек у него есть деньги где-то он там mutual funds где-то может быть акция где-то там недвижимость то есть я правильно вас уловил как бы идею ну да но первоначально хотел вообще бы для себя этим я хотел здесь купить недвижимость тогда тоже агентом быть не надо ну когда не нужно опять процентов которые платят при продаже но вам то останется там всего ничего сначала разделит на две руки на два брокериджа потом брокер вы как начинающий агент вам дадут 50 процентов от этой суммы и соответственно от тех пяти процентов у вас останется 1 25 ну а если дома продавать который стоит 5 миллионов 20 миллионов мали но это следующее вы сказали для себя для себя вы ничего не сэкономите особо окна не закона если я продаю свой свой недвижимость я являюсь сама агент если у вас есть инвестиционная компания если к вам с рублевки понесли денежку покупают тут недвижимость через вас а вы еще и менеджментом заодно занимаетесь то есть вы же тогда это конечно серьезно я как человек который влюблен в недвижимость я и там покупал и продавал и и строил и тогда жена у меня строить любит вот поэтому мы мы как бы большие патриоты этого дела и я я на самом деле всем финансовым инструментом предпочитаю именно недвижимость то есть при том что там тоже рынок не такой ровно можете это упасть и где-то там по-всякому бывает но по сравнению там с акциями или буквально с валютами это не сопоставимо просто и не требует такого же присмотра особо времени много не нужно на присмотр хорошо то есть вы этим вы движетесь в этом направлении просто для того чтобы там как бы ведь еще одно крыло как бы единственное что мой вам совет все-таки всякое дело требует квалификации поэтому ну скажем заниматься недвижимостью и так еще шок те деньги давали за это это нужно все-таки разбираться заниматься там финансами надо надо разбираться то есть надо быть хорошим специалистом то есть скажем так получить лицензии это еще не все это признать и за что лицензию дают сдаете экзамен и фактически они говорят в общем до экзамен состоит то что значит так за это посадим за это посадим за это посадим я сдавал я получал лицензии там страховые и брокерские там stock market и там вот буквально учат тебя только тому за что посадят потому что все остальное это работа там начнешь работать разберешься там больше чего нельзя делать учить возможно как я сказал что в дальнейшем я платил открыть инвестиционную компанию или что-то организовать и на базе вот этой компании будет несколько направлений инвестирования то есть люди которые предпочитают недвижимость инвестировать кто-то стартапы у меня есть очень много знакомых кто просто миллионы зарабатывать на стартапах то есть они покупают какой-то стартап его реанимируют это называется M&A Merging Acquisition это люди у которых уже много денег не обязательно с 3 копейками ты так не подойдешь это 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 не просто так это это уже это уже очень серьезные люди которые уже ну как бы сказать обязательно вот у меня есть очень хороший знакомый от 100 тысяч долларов они приобретали компанию ну это было еще там в конце 90-х начале 2000-х он закончил M&A и вот и вот с этого он говорит я заработал со своей первые миллионы как уже говорит что когда там больше ста миллионов там уже там другое да там уже нет он видует что уже разницы нет он уже просто заниматься бизнесом ради интереса просто главное начать и не бояться